Как же преодолеть кризис среднего возраста женщине? Обсудим симптомы и пути решения проблемы. Считается, что кризис среднего возраста — традиционно мужская проблема, однако в не меньшей степени ему подвержены женщины. Даже больше они острее переживают этот период, но все волнения и тревоги направлены внутрь себя. Для слабого пола в большинстве случаев характерны не внешние проявления переломного этапа, а самоанализ и переоценка ценностей. Точно сказать, когда начинается кризис среднего возраста, невозможно. Для каждой женщины этот период индивидуален. Кто-то сталкивается с ним в 30 лет, кто-то в 40, но в основном он наступает в возрасте от 35 до 45 лет. То, когда наступает кризис среднего возраста, напрямую зависит от образа жизни, достигнутых целей и активности, причем наблюдается обратная тенденция – карьеристки начинают переживать об упущенных возможностях раньше, чем домохозяйки. Это связано с тем, что домохозяйки долгое время заняты бытом и семьей и начинают задумываться о прошедшей наполовину жизни после того, как дети вырастают, а заботиться больше не о ком. Но вне зависимости от того, посвятила себя женщина профессиональному росту или семье, кризис среднего возраста одинаково мучителен. Появляется ощущение ненужности, чувство того, что лучшие годы позади, а молодость уже не вернуть. Также невозможно достоверно определить, сколько длится кризис среднего возраста. В этом вопросе все слишком индивидуально. В среднем переломный этап продолжается 2-3 года, но его длительность очень сильно варьируется. У многих женщин возникает ошибочное мнение, что кризис среднего возраста их не затронет. Но это не так. Он может протекать мягко или более выраженно, но наступает у каждой без исключения. Кроме того, полагать так опасно. Если дама не признает проблему, она только усугубляет ее. Вне зависимости от начала и длительности кризиса среднего возраста у женщин появляются симптомы. Первое – это необоснованные перепады настроения. Второе – чрезмерная раздражительность на пустом месте. Третье – углубленный самоанализ деструктивного характера. Четвертое – возбудимость и жажда деятельности, сменяющаяся полной апатией. Пятое – исчезает охота делать что-либо, так как кажется, что все уже бесполезно и опостылило. Шестое – навязчивое желание изменить хоть что-нибудь от прически до мужа. Седьмое – депрессивные периоды, длящиеся несколько дней. Восьмое – сожаление о несделанных делах, не о реализованных целях и мечтах. Девятое – тревога о будущем. Десятое – переоценка себя как личности в худшую сторону и снижение самооценки. Одиннадцатое – может начаться развиваться зависть к более успешным женщинам. Двенадцатое – неудовлетворенность текущим состоянием вещей, работой, семьёй, достижениями. Тринадцатое – переживание об изменениях во внешности. По отдельности эти проявления не говорят о кризисе среднего возраста у женщины. Они могут быть связаны с жизненными трудностями, особенностями характера, изменением гормонального фона. Но если отмечается сразу несколько признаков, следует внимательно отнестись к своему состоянию. Главное – не прятать голову в песок и не избегать проблемы, а принять её и постараться понять, как можно облегчить переломный этап. Особенно опасно игнорировать тревожные симптомы, подталкивающие к саморазрушению. К таким симптомам относятся немотивированные желания сменить работу, развестись, прекратить отношения с членами семьи или друзьями. Иногда даже возникает мысль о самоубийстве. Самостоятельно разобраться в своём состоянии сложно, поэтому не лишней будет помощь специалиста. Он поможет выяснить, действительно ли изменения сферы деятельности и попытки разрушить многолетние отношения продиктованы здравым смыслом, или это только сииминутная прихоть. Развитие кризиса среднего возраста обусловлено одновременно физиологическими изменениями в организме и внешними факторами. Его проявлению способствует перемена внешности. Женщины очень часто реагируют на любые признаки старения – морщинки, седые волосы, утрата тонуса кожи и развивающаяся склонность к набору веса, мощный катализатор для переживаний. Кроме того, они чувствуют и ослабление физических сил, нужно больше времени на сон, не хватает энергии на повседневные дела. На развитие кризиса среднего возраста могут также влиять стереотипы. Из-за сложившегося мнения в обществе, что после 30, а тем более после 40, наступает увядание, мысли о старении не дают покоя. Мужчины обращают внимание на молодых соперниц, которые выигрывают за счёт юности. Особенно это беспокоит тех представительниц прекрасного пола, которые раньше были постоянно окружены мужским вниманием. Они стараются скрыть недостатки внешности ярким макияжем, броской одеждой, кардинальными изменениями во внешности. Некоторые даже решаются на пластические операции, чтобы угодить требованиям моды. На кризис также может повлиять отсутствие постоянного спутника жизни или детей. Некоторые дамы предпочитают строить карьеру, а не отягощать себя семьёй. Но в какой-то момент всё переворачивается с ног на голову, появляется ощущение неудовлетворённости, чувство невыполненного главного предназначения. На кризис может также повлиять несостоявшийся профессиональный рост. В середине жизненного пути женщина оценивает его с точки зрения своей необходимости для общества. Если она посвятила себя дому и воспитанию детей или постоянно работала на непримечательных должностях, то возникает желание реализовать себя в других сферах и достичь большего. Но одновременно с этим появляется чувство, то уже ничего нельзя успеть, а раз так, то не стоит и начинать. Очень сильное влияние на развитие кризиса среднего возраста оказывает так называемый синдром домохозяйки. Особенно ярко может проявляться у многодетных матерей, положивших всю жизнь на воспитание малышей. Их мир крутился вокруг проблем дочерей и сыновей, они жили их заботами и переживаниями. В самых тяжёлых случаях дамы даже отказываются от собственных увлечений и личного счастья и полностью посвящают себя ребёнку. Но дети вырастают, разъезжаются, обзаводятся собственными семьями. Это приводит к чувству опустошённости, ненужности, тягостного одиночества. При появлении кризиса часто возникает вопрос, а всё ли я сделала? Даже успешные женщины, состоявшиеся во всех сферах, подвержены кризису среднего возраста. В том случае её постоянно будет терзать мысль, что можно было бы сделать больше, или наоборот, что она достигла всего, что хотела, но неправильно выбрала цели и расставила приоритеты. Ей хочется резко сменить род деятельности и образ жизни. Как проявляется эта перемена, обратно пропорционально зависит от характера. Одни становятся чересчур социально активными, другие, наоборот, ищут уединения. На развитие кризиса также могут повлиять физиологические аспекты. В возрасте после 30 лет репродуктивные функции угасают, замедляются обменные процессы в организме, уменьшается объём мышц, а жировые отложения увеличиваются. Также происходит гормональная перестройка. Способствует угнетённому состоянию и выработка надпочечниками гормона кортизола из-за постоянных стрессов и волнений. Как же преодолеть кризис среднего возраста? Ответ на вопрос, как пережить кризис среднего возраста у женщин, лежит в понимании его природы. По своей сути, это психологическая проблема, но она может напрямую отражаться на физическом самочувствии. Появляется бессонница, усталость, возможны неполадки в работе органов пищеварения, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Справиться с кризисом среднего возраста можно с помощью нескольких действенных советов. И первый совет — не бежать от проблемы. В первую очередь нужно признать, что кризисная ситуация сложилась. То, как вы её преодолеваете, скажется на дальнейшей жизни. Поэтому постоянное подавление эмоций, скрытие своих чувств приведут к тому, что все симптомы переломного возраста усугубятся. Это первый шаг на пути к нахождению способов, как избавиться от кризиса. Второй способ — обратиться к психологу. Лекарей душ психологов у нас не любят, но хороший специалист поможет справиться с проблемой и пережить трудный период. Кроме того, он вовремя выявит тревожные саморазрушительные симптомы и направит их в положительное русло. Также не лишним будет обследование у эндокринолога. Часто депрессивное состояние связано с гормональными нарушениями. Здесь поможет только медикаментозное лечение. Третий совет — переключить внимание. Одно из средств, как преодолеть кризис среднего возраста у женщин — новое увлечение. Можно выбрать любое — от вышивания до скалолазания. Не лишним будет вспомнить то, что интересовало в детстве и подростковом возрасте. Хобби не только поможет отвлечься, но и даст свежий стимул, а также поспособствует заведению знакомств. При желании из него можно даже извлечь финансовую выгоду. Продажа собственноручно сделанных поделок или участие в оплачиваемых конкурсах принесут ощущение азарта и чувство полезности. Четвертый совет — вести правильный образ жизни. Психологическое самочувствие напрямую зависит от физического. Рациональное питание, полноценный отдых, продолжительный сон, отказ от вредных привычек и активность уже через пару месяцев принесут свои плоды. Кроме того, это скажется на внешности, лицо посвежеет, кожа подтянется, а жир заменят мышцы. Пятый совет — активно отдыхать. После 30 уже сложно заставить себя выбраться на общественное мероприятие. Вместо этого многие женщины предпочитают провести свободный вечер в уединении за домашними хлопотами, фильмом или книгой. Но новые впечатления необходимы. Посещение концертов, театральных представлений, художественных выставок даст массу эмоций. А если дама занимается творческой деятельностью, еще и появится вдохновение и оригинальный взгляд на реализацию идей. Шестой совет — дать выход эмоциям. Злость или печаль нельзя копить внутри себя, лучше выпустить их наружу. Слезы — одно из лучших женских средств снять напряжение. Если же съедает раздражительность, ее можно выместить, просто прокричавшись или с помощью спорта. Особенно хороши контактные виды единоборств. Седьмой совет — смена деятельности. Порой желание уволиться и найти другую работу необоснованно. Но если основной источник стресса заключается в ней, можно без сомнения ее менять и даже перейти в другую сферу. Конечно, предварительно лучше обеспечить себе финансовую подушку безопасности. Восьмой совет — реализация потребности заботиться о ком-нибудь. Бездетным женщинам рекомендуют завести ребенка. А тем, у кого взрослый ребенок покинул отчий дом, приобрести домашнего питомца. Это заполнит пустоту ежедневными хлопотами и радостными событиями. Но не стоит забывать, что любое живое существо — это огромная ответственность. Поэтому следует тщательно взвесить все «за» и «против». Можно ли избежать кризиса среднего возраста? К сожалению, избежать наступления кризиса среднего возраста невозможно. Другое дело, как относиться к нему. Сложный период пройдет легче, если трезво оценить прошлое, принять себя и свою жизнь, а возможные перемены направить в конструктивное русло. Очень важно быть готовым к кризису среднего возраста, а также положительно воспринимать переломный этап, понимать, что он даст новый опыт. А также очень важно не гнаться за уходящей молодостью и призраками прошлого. Занять себя детьми, внуками, работой, увлечениями. Иногда помогает завести новый роман или знакомых. Кризис среднего возраста — необходимый этап. Он даст возможность переосмыслить ценности, заново оценить себя как индивидуальность. И этот этап в жизни женщины является стимулом к новым свершениям. Насколько сложнее он проходит, настолько больший личностный скачок может совершить женщина. Надеемся, что информация была для вас очень полезна. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok